Свадьба пела, плясала и соблюдала традиции. В Чеченской Республике новое веяние среди новобрачных под венец в строгом соответствии с правилами и обычаями предков. Нюансов и тонкостей миллионы, зачастую без экспертного мнения, просто не обойтись. Свадебный кодекс изучил Муслим Басханов. Джигиты и горянки в национальных костюмах встречают невесту. Ее наряд красивый, но скромный, какой ей подобает носить воспитанной чеченской девушке. Играть свадьбу именно так, как это делали предки, теперь призывают всех грозненских новобрачных. Неписанных правил на традиционной свадьбе много. Взять, к примеру, танцы. Первыми обязательно танцуют старшие, затем молодые и только с позволения тамады. Мужчина тамада – главный распорядитель. Строгий, с указкой в руке, может даже торжество остановить, если что-то пойдет не так. А у женщин есть свой тамада, а точнее своя. Только с ее позволения девушка может выйти танцевать. Но не слишком долго. Три полных круга она могла сделать, а потом она могла уйти. И ни в коем случае ждать, пока парень уйдет. Или иногда бывает, что парень начинает преграждать ей путь. Просить, чтобы она не уходила, такого тоже не было. Девушка была свободна. Следить за соблюдением на свадьбах национальных обычаев взялся Департамент культуры мэрии Грозного. Причем в селах и аулах подобные усилия не требуются. Там все строго контролируют старейшины. Сотрудники Департамента ездят по банкетным залам чеченской столицы, а их более 30, и общаются не только с владельцами заведений, но и с семьями женюков и невест. То, какой не должна быть настоящая чеченская свадьба, написано в документе от Грозинской мэрии. На трех листах перечислены десятки нарушений, таких как стрельба, появление митрезма в виде или неподобающие случаи одежды, к примеру, спортивной, танец невесты или исполнение девушкой, мужского танца. Впрочем, документ пришлось дорабатывать. Некоторые пункты показались людям спорными и потребовали уточнения. Например, рекомендация не разрезать свадебный торт. Как выяснилось, речь только о невесте. Это очень красиво, когда всем гостям предлагают попить чай с тортом свадебным, но не с руки невесты. Невеста – это что-то неприкосновенное, это что-то закрытое для глаз, это что-то особенное, это что-то такое чистое. Самый распространенный случай, также упомянутый в документе, это сокращение дистанции во время танца, что может оскорбить девушку или ее родственников. Эти ребята подменили друг друга, не спросив мнения девушки. А этим движением ногами не учат ни в одной танцевальной школе республики. Человеку со стороны эти тонкости незаметны и порой непонятны, тем не менее их нарушение чревато конфликтами. Мы с департамента культуры, мониторинговая группа. Инициативная группа ходит не только по банкетным залам, но и по свадебным салонам, проверяя, насколько целомудренны наряды для невест. Вот, видите, есть, которые полностью мы закрываем. Это мы уже сами делаем. Да, это мы уже сами делаем. Почти каждое поступившее платье, рассказывает хозяйка салона, дорабатывают. Глубокие вырезы, оголенные руки, прозрачные рукава и прочие вольности не допускаются. Зато в таком платье невесте не стыдно появиться перед строгими старейшинами. Сейчас в основном девочки хотят более скромные платья, закрытые. Но есть у нас приезжие, которые приезжают с Моздока, с Черкеска. Мы им предлагаем то, что они хотят. А нашим, конечно, наши все хотят закрываться. Некоторые салоны сами подчеркивают верность традициям, о чем посетители сразу предупреждают надписи при входе. Мусульм Асханов, Илес Магомадов, Ислам Старханов, Первый канал, Чеченская Республика.